Здравствуйте! В эфире Банкир ТВ. Сегодня в программе. Российский рынок акций упал по итогам торгов. Банки рассчитывают на введение безотзывных депозитов. Прогноз валютного рынка на предстоящую неделю. Банкиры хотят управлять прибыльностью бизнеса. Bankir.ru проводит онлайн-конференцию, посвященную прогнозам на предстоящий год. А теперь подробнее об этих и других темах. Российский рынок акций завершил неделю в минусе. Индекс РТС снизился до уровня 1 603,25 пункта. Индекс ММВБ опустился до отметки 1 525,17 пункта. Подробнее итоги работы финансовой индустрии России смотрите на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, осрос.ру и покредит.ру. 123service.ru – кратчайший путь к привлечению потенциальных клиентов в таких сферах, как кредиты, недвижимость, страховки, ремонты и другие направления. Звоните по телефону, указанному на сайте 123service.ru. Обеспечьте себя новыми клиентами уже сегодня. 123service.ru – ваш ключ к успеху. В начале февраля в подмосковном пансионате Бор прошла традиционная встреча банкиров и руководства Центрального банка. Ее итоги в ходе пресс-конференции в РИА новости подвел президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. 2011 год был достаточно успешным. Центральный банк получил невиданную, вернее, кредитные организации получили невиданную прибыль за прошлый год 848 миллиардов рублей. Это полтора раза больше, чем в 2010 году. Кредитный портфель вырос на 28 процентов. И Сергей Михайлович отмечал, что эта цифра, в общем-то, его больше беспокоит, чем радует, поскольку по отдельным секторам у него есть обеспокоение, что начинает формироваться, скажем так, необоснованно большой портфель и в определенном смысле даже и пузыри небольшие, которые могут привести к каким-то печальным последствиям. Вклады выросли на 21 процент. Это меньше, чем в 2010 году, когда рост был более 30 процентов. Но, тем не менее, он также отмечал, что это уже рост к высокой базе 2010 года и что, в принципе, рост на 21 процент довольно высокий. Капитал вырос на 11 процентов. Это привело к тому, что показатель достаточности капитала снизился. Он уже ниже 15 процентов. Но, тем не менее, руководство Центрального банка отмечало, что это довольно неплохой показатель, выше, чем тот, который был до кризисного периода. На 2012 год ожидания, в принципе, позитивные. Рост ВВП 3,5-4 процентов. И даже, может быть, он составит около 4 процентов. Там задавались вопросы по поводу влияния европейских событий на нашу банковскую систему и как будет действовать Центральный банк. Он сказал, что, в принципе, не ожидает, что в Европе будут какие-то потрясения. Но, если даже что-то там произойдет, скажем, цена на нефть упройдет до 80 долларов за баррель, то, в принципе, те резервы, которыми обладает Центральный банк, позволяют компенсировать потери и бюджета, и, скажем так, финансовые потери, которые наша экономика понесет. Поэтому в этом плане у него особых беспокойств нет. Хотя он выразил обеспокоенность тем, что социальные затраты и иные затраты, которые предусмотрены в проектировках правительства, могут лечь с таким очень тяжелым временем на бюджет. Ну и, соответственно, это может вызывать определенное напряжение и в банковском секторе. То есть надо будет эти перекосы, которые формируются за счет, ну, скажем так, непропорционального увеличения финансирования отдельных секторов, нашей социально-экономической сферы, естественно, будут вызывать и перекосы финансовой сферы. Вот эта озабоченность была высказана и озабочена с тем, что пенсионная реформа не завершена, естественно, не решены вопросы, связанные с закрытием вот этой пенсионной дыры, которая у нас сформировалась. И, к сожалению, пока не видно, каким образом будет эта проблема решаться. В ходе онлайн-конференции банкир.ру, депозит 2012, эксперты обсудили перспективы безотзывных вкладов. Будет ли этот продукт востребован вкладчиками? Участники рынка в целом согласны с тем, что инициатива Минфина о безотзывных вкладах облегчит планирование и прогнозирование ресурсной базы. Начальник департамента пассивных операций управления по обслуживанию физических лиц Акибанка Алмаз Хусайенов считает, что, безусловно, для банков это выгодно, но вкладчик теряет возможность маневрирования. Вкладчики – достаточно консервативная категория клиентов, поэтому шансы продукта 50 на 50, прогнозирует эксперт. По мнению директора департамента разработки и сопровождения продуктов розничного бизнеса Номосбанка Александра Базанова, если появятся подобные вклады, то в текущих условиях они вряд ли будут пользоваться большим спросом, так как для этого необходим очень высокий уровень доверия к банковской системе, благоприятный прогноз по развитию экономики. А в текущих условиях деньги многим клиентам могут понадобиться в любой момент, признается банкир. Руководитель отдела рейтинговых кредитных институтов, рейтингового агентства «Эксперт-РА» Станислав Волков полагает, что в частности регулирование изъятия таких вкладов нужно регламентировать в законе. За какой срок вкладчик должен предупредить банк о досрочном отзыве крупного депозита? Полностью материалы онлайн-конференции «Депозит-2012» читайте на сайте bankir.ru. Здравствуйте! Что ожидает, на наш взгляд, единую европейскую валюту на следующей неделе? Несмотря на достигнутые в конце прошлой недели соглашения между лидерами греческих партий по жестким мерам экономии для снижения дефицита бюджета, настрой участников рынка вновь изменился, довольно скептически реагируя на способность Греции выполнить условия Евросоюза по предоставлению финансовой помощи и избежать таким образом дефолта. А кроме того, на фоне растущей угрозы рецессии в регионе, на рынке усиливается беспокойство и в отношении других стран еврозоны, обладающих крупными долгами бюджета. В связи с этим игроки в конце недели держались в стороне от покупок единой европейской валюты, и рынок в пятницу вновь оказался под влиянием активного спроса на безопасный американский доллар. Исходя из этой ситуации, а также ориентируясь на техническую картину по данной паре, предполагаем на следующей неделе завершение коррекционного подъема пары в ценовой зоне 1.3215-1.3250 и последующий разворот евро-доллара на снижение к целевым уровням 1.3146-1.3055-1.2991-1.2931-1.2874-1.2817. Вместе с тем, нельзя полностью исключить вероятную попытку быков по евро продолжить восходящую коррекцию пары и возобновить подъем. Данный сценарий может стать актуальным только в случае последовательного пробоя ценовым движением пары уровней дневного разворота 1.3214 и предыдущего максимума 1.3320. В таком случае следующими целями подъема валюты станут уровни 1.3334 и 1.3428. А далее предполагаем возобновление и снижение валюты к вышеназванным ценовым уровням. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. О проблеме обеспечения кредитных организаций современными IT-продуктами пишет в своей колонке, опубликованной в клубе экспертов банкир.ру, Андрей Голковский, генеральный директор компании AirStyle SoftLab. По его мнению, чтобы в полном объеме удовлетворить потребности клиента, банк должен быть оснащен специализированным ПО с мощным функционалом, позволяющим обеспечить достойный уровень обслуживания, разнообразие сервисов, а также высокую скорость проведения операций. Решение этой задачи, считает эксперт, начинается с внедрения промышленной системы, которая предназначена для автоматизации всех направлений банковской деятельности – расчетно-кассовых операций, внутренней бухгалтерии, розничных услуг, услуг по кредитованию юридических и физических лиц, хозяйственной деятельности кредитной организации и т.д. Полностью колонку Андрея Голковского читайте в Клубе экспертов на портале банкир.ру. Управление эффективностью банковского бизнеса – тема колонки, опубликованной в Клубе экспертов банкир.ру, управляющего партнера компании Intersoft Lab Валерия Чаусова. По словам эксперта, особую значимость в настоящее время приобретает задача управления прибыльностью бизнеса. В 2011 году именно за ее решением в нашу компанию наиболее часто обращались банкиры, константирует Валерий Чаусов. Автоматизированные ВРМ-системы, объясняет эксперт, предоставляют возможность принимать обоснованное решение по управлению прибыльностью банковского бизнеса, выстраивать эффективную и справедливую систему мотивации банковского персонала за счет прозрачности калькуляций. Конец цитаты. Полностью колонка Валерия Чаусова опубликована в Клубе экспертов банкир.ру. 6 марта пройдет совместная онлайн-конференция банкир.ру и журнала «Банки и деловой мир» порталов tatcenter.ru, beriki.ru и pokredit.ru. Онлайн-конференция будет посвящена прогнозам на предстоящий 2012 год. Вы можете задать свои вопросы участникам онлайн-конференции на портале банкир.ру. Подробнее об этих и других темах финансового рынка читайте на сайтах банкир.ру, 123kredit.ru, asros.ru и pokredit.ru. Сюжеты Банкир.ТВ вы можете увидеть также на сайтах beriki.ru, 123service.ru, finarti.ru, на сайтах Ассоциации региональных банков России, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, компании «Кредитный» и «Финансовый консультант» и других. А мы прощаемся с вами и желаем успешной финансовой недели.